Добрый день! Это программа «Образ времени». И у нас сегодня такая тема интересная – секреты счастливых отношений. И в гостях Наиля Берарова, психолог. Наиля, скажите, пожалуйста, что такое счастливые отношения? Вот как это понять, что вот я счастлив? Это зона комфорта, это несчастье. Согласна. Счастливые отношения – это тогда, когда ты можешь быть самим собой, никого из себя не строить, никого не играть, просто быть свободным, при этом находясь в отношениях. Да, но тогда нужно быть с очень хорошей самооценкой. Однозначно, это во всех сферах жизни нужно. Это прям номер один. И как этого достичь? Ну, самооценка – это, наверное, работа каждого человека над собой. Самооценка, она строится… Что такое самооценка? Это самоценность. Она строится на ощущении себя, как мы себя позиционируем в этом мире и как мы видим себя со стороны. И если нам, опять же, всем родом из детства, очень часто говорили о том, что ты не такой, ноги у тебя не такие, уши не такие, лоб большой, прикрой чёлкой, прикрой там спину или ещё что-то, то самооценка, к сожалению, из самоценности превращается в очень заниженную, неадекватную самооценку, человек перестаёт себя ценить. То есть получается, что если каждый день говорит человек, что он свинья, он захрюкает? Да, однозначно так, к сожалению. К сожалению. Что делать, чтобы этого не случилось? Вот смотрите, мы все были, мы все родом из детства, да? И все равно, нам все равно кто-то, и даже мы сами своим детям говорят, не делай так, ты не сможешь, там ещё что-то, да? Мы все равно это делаем, и наши дети будут со своими детьми так же делать. Что же делать, чтобы на этом не встать, чтобы отпустить это? Ну, когда мы говорим что-то детям, что делать нельзя, нужно ему тут же объяснить, а что делать, как мой старший сын говорит, Что делать можно? То есть, если нельзя прыгать по лужам, а где прыгать можно? Если нельзя кричать, здесь, а где можно? И тогда ребёнок понимает, что не просто всё нельзя, и я не такой, можно только в другом месте, в других обстоятельствах. Так неинтересно, не по лужам-то? Я помню, у меня, говорит, а почему нельзя? Можно? Можно в определённой обуви, можно в определённой обуви, а, допустим, в выходных туфельках нельзя. Почему? Потому что туфельки запачкают. Ну что, я помою? Можно в другой обуви, но я думаю, поэтому у взрослого есть немножко такая небольшая авторитетность, и ребёнок всегда к нему прислушивается. Не, у меня иногда сын с детства начал говорить, мам, ну туплю, и всё. Но когда мужчина таким растёт, это хорошо, это у него будет такое хорошее стремление в жизни, и он будет реализован в социуме. Девочкам всё-таки немножко другой подход. А в чём разница? Ну, разница в том, что мужчин мы хвалим за дела, а девочек мы хвалим априори, просто потому что они есть. Если правильное воспитание, у девочки вообще никогда не возникнет вопросов по самооценке, по женственности, по уверенности в себе. Она будет всегда знать, что она лучшая версия себя. Но наши мамы, поскольку мы все являемся жертвами жертв, наших мам воспитывали их мамы, а их мамы жили во времена войны и так далее, то не до этого было, не до любви к себе, не до адекватной самооценки, а они учили скорее выживать. Потому что мужчины были все на войне, и не было возможности заниматься собой, своей женственностью. Были только задачи быта, прибраться, всех накормить, заработать какую-то денюжку. Там некоторые жили в деревнях со скотом и с грядками и так далее. То есть всё-таки это идёт оттуда, из того поколения. Да, но ведь нас же воспитывали не только мамы, но и папы. К сожалению, не всегда. Но всё-таки наше поколение, чуть помоложе, уже и папы воспитывали. И папа-то говорил дочке, да, ты самая лучшая, ты самая красивая. То есть у девочки же должна была повышать. У неё не будет тогда проблем с самооценкой. Если папа её хвалил, вообще, когда папа девочке даёт вот эту мужскую поддержку, у неё есть фундамент по жизни. Она всегда знает, что за ней стоит стена, что она всегда защищённая, она в безопасности. Это идёт на подсознательном уровне. Если такие папы есть, то это огромное счастье. К сожалению, я могу сказать по себе, когда папа уходит из жизни, остаёшься без спины. Да, опора теряется, и это бывает очень сложно, тяжело. И очень страшный дискомфорт происходит. И вот сама оценка, она меняется. Что с этим делать? Начинать с себя, работать с собой, прокачивать себя, не отпускать себя на самотёк, потому что всё наше счастье, всё наше внутреннее удовольствие, наше самоощущение зависит только от нас. Если мы не сделаем это для себя, для нас это не сделает никто. Если в детстве это были родители, то во взрослом состоянии, то только мы сами. Ответственность и принятие решений на нас. А что такое счастье? Это внешние факторы? Стабильность, финансовое обеспечение, семья? Или это всё-таки внутри нас? Я считаю, что счастье – это когда внешнее совпадает с внутренним. То есть то, как ты себя ощущаешь внутри, это проецируется вовне, и тебя устраивает и внешние события, и внутренние. И даже если внешне происходит что-то не по твоему сценарию, по плану, ты к этому относишься с полным доверием и в полном принятии. Это, конечно, немножко такое состояние ОМ, такое, знаете, наверное, где-то возвышенное, но к этому прийти можно, это достичь возможно, но это работа. Это не просто так, вот мы сейчас послушали интервью умного психолога, и всё, все пришли в такое состояние. Нет, всё-таки это путь. За этой картинкой стоит очень длинный путь, иногда тяжёлый, иногда непростой, с препятствиями, преодолениями. Но это возможно. Как это сделать? Вот какие-то есть первые шаги для этого? Да, во-первых, осознание – это уже 50% решения вопроса. К сожалению, у нас осознать очень тяжело, потому что мы все, вот как белка в колесе, мы бегаем по кругу и не можем остановиться. Я вот, честно говоря, сама себя остановила два года назад и поняла, стоп, смотрим. И я полтора года просто смотрела на то, что вокруг, вот практически стоя на месте. И только это мне дало возможность шагнуть куда-то. Да. Дело в том, что осознанность – это состояние, которое приходит после полного отчаяния. Когда человек понимает, что уже всё, то есть он вот, как вы говорите, забегался, он бежит, 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 бежит. И эта суета не прекращается. И в какой-то момент он понимает всё. И степень отчаяния настолько зашкаливает, что его подсознание заставляет его остановиться и присмотреться, где и что не так. И это уже и есть 50% решения вопроса. Вы понимаете, многие, вот у меня было ощущение, что я уеду в дурку. Если я не остановлюсь, я уеду в дурку. Я даже позвонила в Каченко, у меня подруга работает. Я говорю, Надя, вы пишите мне лекарство. Она мне выписала. Но сын потерял рецепт, когда лёг. Это хорошо. Вам очень повезло. Эти лекарства, они затормаживают ум. И их прям в крайнем случае лучше не принимать. Вы поэтому такая жизненная, огненная, мощная. А лекарства, они немножко притупляют вот эту самую осознанность. Всё-таки лучше работать над собой. Все проблемы в нашей голове. Все вопросы и ответы лежат здесь. Если туда немножко углубиться, то можно найти. Особенно в наше время такого огромного потока информации. Можно чуть-чуть там кусочек, чуть-чуть там кусочек. И по крупицам вот это своё внутреннее состояние собрать. Это возможно. Главное – желание. Хорошо. Повысить всё-таки как самооценку? Подойти к зеркалу и сказать, ну создал же Бог такую красоту? Есть определённые техники. Есть определённые практические задания. В том числе подойти к зеркалу. Есть, например, такое вот в моём тренинге по самооценке. У нас есть такое задание. Мы каждое утро подходим к зеркалу. Это правда. Смотрим на себя, причём без макияжа, да, вот как есть. И прям программируем себя на любовь к себе и на адекватную самооценку. При этом, когда мы расчёсываем волосы, девочки особенно, волосы космы, связь с космосом, да. Мы, когда расчёсываем волосы, мы тоже можем программировать себя на определённые черты характера. То есть прям смотреть на себя глаза, зеркало души, смотрим в свои глаза и себя прям проговариваем про себя, то, что нам нужно спроецировать в наше состояние. Прям говорим, я красивая, я успешная, я благополучная, я стройная, я реализованная. И всё, что мы хотим вложить, мы через космы вкладываем в своё самоощущение. Поверьте, через месяц реально, как вы сказали, да, реально человек в это поверит. И у него, ну, может быть, с минус 20, ну, на плюс 20 точно поднимется. Ну да, чтобы отработал, в это надо верить. Точно. Верить это в первую очередь, без этого никуда. Просто если человек сомневается, он уже энергию сливает в сомнения, а не в успех. Есть ещё страх, да, вот страх ведь это самый большой тормоз. Вы знаете, мы вот сейчас тоже запускаем как раз вебинар по страху. Столько страхов пройти вебинар по страху. За каждым страхом стоит другой маленький страх. И если эти страхи все раскрутить, то в итоге мы придём к тому, что мы элементарно боимся уйти из этой жизни. То есть за каждым маленьким страхом стоит инстинкт самовыживания. И если человек сам с собой договорится и поймёт, что это всего лишь придуманный страх, что его на самом деле нету. И действительно страх – это та эмоция, которая создаётся нашим умом. То есть страх, он бывает либо инстинктивный, да, когда мы переходим дорогу, там, и машина. Вот этот страх, животный такой. И страх бывает придуманный. Вот мы сидим и думаем, так, ребёнок пошёл в школу, он, наверное, там плохо перейдёт дорогу, наверное, его переедет машина. Вот это несуществующая ситуация, которую мы себе там накручиваем. И самое опасное, что этот страх имеет свойство притягиваться. И когда мы имеем такую способность договариваться с собой, то страх, он боится осознанных людей. И он убегает, думает, подальше бы мне от этой сумасшедшей. Смотрите, ещё страшно. Страшно выйти замуж. Страшно не выйти замуж. Согласна. Страшно жить в семье, страшно жить без семьи. Согласна. Вообще страшно. Да, вообще по жизни страшно, правда ли? Страшно рожать, страшно остаться без детей. Очень страшно, очень. Но кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Если не идти навстречу своим страхам, можно потерять большой успех, который стоит за ним. Ведь вот эта вот горочка, мы, может быть, и видим вот этот страх, но что за ним, мы не знаем. Да, может быть, там будет неуспех, но, скорее всего, там будет такой хороший, наилучший результат, которого мы даже и не ждём. Поэтому стоит. А как вы относитесь к тому, что делай, что должен, и будь, что будет? Это вот к этому же относится или всё-таки нет? Я отношусь к этой ситуации так. Действие от нас, а результат от Бога. То есть мы не можем сидеть, ну, наверное, в Гималаях монахам так можно сидеть в таком состоянии и ждать, когда на них не зайдёт. Но здесь, в мегаполисе, это нереально. Нужно всё время что-то делать. Ты должен быть в активности и в какой-то движухе. Иначе можно пропустить важные события в своей жизни. Но какой будет результат, к сожалению, не всегда от нас зависит, потому что иногда это такое стечение обстоятельств, которое, может быть, где-то учит нашу душу. Может быть, где-то для каких-то моментов в будущем, о которых мы даже не подозреваем. И нам кажется на данный момент, что, боже, какая неудача, какая трагедия. А через годик выяснится, что, ах, вот для чего всё это было. То есть не нужно бояться, нужно идти навстречу своему страху и смотреть ему в глаза. Тогда он рассосётся, исчезнет, растворится. Да не растворяется. Вот, допустим, очень много же... Почему много одиноких людей? У нас же сейчас бич-одиночество. Люди стали собираться играть в настольные игры, потому что им нечем занять себя, потому что у них нет семьи, нет ничего. И почему вот это? И как с этим бороться? Ну, это выбор каждого, Алёна. Каждый выбирает сам. Либо он сидит в своей норочке и боится, либо он идёт навстречу и делает. Но они же идут играть, допустим, в игры. Это же тоже... Как раз они выходят вот из этого страха навстречу людям, а дальше-то что делать? Знаете, зачем они идут играть? Они заполняют свою внутреннюю пустоту, которую нечем заполнить. Но, опять же, если углубиться в себя, попробовать договориться с собой, можно начать какой-то новый этап в своей жизни. Можно, даже если не получится. Простить себя за это ничего. Но сейчас мы вернёмся, наверное, снова к самооценке. Здесь вопрос этого. Наверное, самооценка – это прямо основа основ. И даже счастливые отношения строятся у двух психологически зрелых людей с адекватной самооценкой. Чтобы не было, чтобы кто-то за счёт кого-то постоянно самоутверждается. Один унижает и обижает, другой вечно чувствует вину. Ну, что это такое? А вот как не чувствовать вины? Это же тоже очень важно. Вот вроде высокая самооценка, ну, нормальная, где еды, на работе, везде. А мужчина чаще женщина. Ну, иногда и женщина-мужчина. Так, вода камень точит. Кап, кап, кап. Как не чувствовать вину? Да. И мужчина начинает, о, я, наверное, такой никчёмный. О, наверное, это… Ну, во-первых, мы не можем предугадать мысли другого человека. Мы чувствуем вину, потому что сидим и думаем, что он подумает. Он, наверное, обидится. Он меня воспринял как-то не так. Но мы не можем думать, как он, потому что у него есть своя картинка мира, а у нас своё восприятие. Мы не можем проецировать своё восприятие на него. Это во-первых. Во-вторых, чувство вины так же, как и страх. Это абсолютно надуманная вещь. Это вещь, которая раздувается в нашей голове из ничего. Если вы двум людям скажете, ты дурак или ты дура, один скажет, прикольно, дуракам проще жить, а другой скажет, ты сам дурак. То есть один обидится, а другой прикалываться будет. А смотрите, если бегуну сказать, что он хромой, он посмеётся. А если хромому сказать, что он хромой, он обидится. Конечно. Не есть ли это как раз то, что, когда ты говоришь прямо тому, что он дурак, он стыдно дурак, а тому, что, ну да, хорошо. Абсолютно, Алёна. Но если человеку сказать в его боль, это как горбатому сказать, ты горбатый. То же самое и дураку. Но это за рамку. Это же то же самое получается. Это знаете, из серии есть такая притча хорошая, когда человеку говорят, что у тебя зелёные волосы, но он на это не может обидеться. Потому что у него не зелёные волосы, а обидится тот, у кого зелёные волосы и кого это зацепило и задело. Правда? Но если ты понимаешь, что ты окей, во-первых, тебе нечего обижаться, а по ту сторону человеку, если даже он испытывает вину, опять же, это можно проговорить и договориться, что всё нормально, не за что себя винить. Так бывает. Ну, знаете, у меня вот был один из мужей, у меня было несколько мужей. Один из мужей звучит очень хорошо. У меня пока их было три. Один из мужей. Да столько всё ещё впереди. И один из мужей всё время чувствовал свою вину и говорил, что я из него делаю виноватым. При том, что я с ним за 17 лет жизни не поругалась ни разу. Жертва. То есть он сам из себя строил жертву, ему казалось, что и вовсе это. А жертва притягивает агрессора. Соответственно, если он жертва, то вы играете роль агрессора. Ну, так себе. Нет, я просто принимала решения, потому что он их не принимал. Вот видите, у вас позиция взрослого ответственного человека, а там позиция маленького ребёнка, который обижается. Жертва. Жертву нужно жалеть. Но это не очень мужская психология. Это немножко про девочек. Это мы любим. Там прибедница, там что-то, пожаление. С мужчинами, конечно, это слог. 17 лет вы так чётко продержались. Не то слово. 17? 17 лет, да-да-да. Восстаж просто. Не, 17. Великая женщина. Восстаж 3, 7, 17 лет, так повозрастающе. Следующий блюдо его смерти, а потом ещё за молодого запущу. За молодого это хорошо. Это всем нужно. Да? Да. Так вот, что делать оппоненту, агрессору? Ему же не нравится, особенно женщине, абсолютно не нравится, что мужчина всё время в этой скорлупе обиженного. Ой. И не хочет ничего предпринимать сам. Не хочет и не будет. Он и не будет. Нет. Ну, из этого замкнутого круга нужно выходить. Мужчина не поменяется. Либо это какая-то, знаете, смертоносная ситуация, которая ему даст такую ментальную пощёчину, и он хоп, встрепенётся, придёт в себя, поймёт, осознает и где-то как-то вернётся. Но вряд ли, потому что изначально это его проекция в этот мир. Не, на самом деле не поменялось. Заболел ребёнок, да, там захлебнулся его мама, там начались проблемы, ребёнок стал инвалидом. То есть там ситуация стала, мама не горюй. Я приняла решение отправить ребёнка в другую страну жить, купила там квартиру, ну, выбора не было. Ну, видите, в этих отношениях... А он сказал, ну, это же твоя фантазия. И закрыл въезд ребёнка, когда мы развелись. Какой молодец. Хороший мужчина. Чудак. Да. Бывает такое, бывает. Ну, я рада, что вы вышли из этих отношений. Это правильный выбор. То есть это правильный выбор. То есть лучше порвать? Конечно. Лучше порвать. Лучше, но я за то, чтобы все 150 тысяч способов попробовать, как сохранить и улучшить отношения. Только после этого принимать категоричное решение. Я попробовала 200 тысяч способов. Ну, за 17 лет. Мне кажется, вы 3 миллиона способов попробовали. 17 лет – это прям... Это срок просто. Это срок. Проще было бы два раза отсидеть. Честно, 17 лет прям честь вам и хвала. Как вообще выстроить счастливые отношения? Потому что вот у нас действительно очень много одиноких женщин, мужчин, да? Они вроде встречаются, вроде как и симпатичны друг к другу. А дальше этого они не шагают. Что сделать, чтобы выстроить отношения? Нужно быть настолько самодостаточным? Что делать? В том числе. Ну, во-первых, я всегда это говорю, начинать нужно с себя. Мы вообще привыкли скидывать зону ответственности на другого человека. То есть, почему я должна? Почему я? Пусть он. Почему я? Или он. А что это я должен? Пусть она. И вот так вот мы сидим и перекидываем вот эту вот ответственность с одного на другое. Но две взрослые, зрелые психологические личности. Если сходятся, опять же, люди с травмами неисцеленными, неизлеченными, то отношения гармоничные не получатся. Это всегда будет маятник из одной стороны в другую. Когда женщина себя прокачивает до того уровня, что она себя ощущает с адекватной самооценкой, она уверена в себе, у нее вот эта женственность проявляется в мир, она подобного себе и притягивает. Подобное притягивает подобное. Но если женщина фонит травмами, или мужчина, как в вашем случае, фонит травмами, он всегда притянет того человека, партнера, который будет помогать ему проживать эти травмы. Так устроено. Я не знаю, почему. Мы, видимо, изнутри это транслируем. Вот эти феромоны. Я не знаю, как это происходит. Но мы притягиваемся вот таким образом. И если женщина пролеченная психологически, так же, как мужчина, они обязательно смогут создать гармоничный, правильный союз. При этом помнить, что ответственность каждого в его руках. Не перекидывать. Если есть какой-то конфликт, они будут, особенно на начальном этапе. Это нормально. Идеальных отношений существует. Научиться договариваться. Научиться проговаривать. Не обижаться. Не думать. Не из претензии общаться с мужчиной. Не из обиды. А из благодарности и принятия. Это очень сложное взрослое состояние. Но в себе это можно культивировать и воспитать. И нужно. Ну вот смотрите. Я просто на своем, опять же, на этом же самом примере. Да с этим же можно. Будем сегодня. Смотрите. Я за 17 лет ни разу не поругалась. Не дала ему возможности поругаться. Но вы взрослая личность. Вы осознанная. Понимаете? Вы взрослая. Вы большая. Он маленький. Не высказала претензий. За 17 лет, дай бог, два года он работал. Все остальное время он на компьютере играл. Как можно пролечить травм? То есть это надо к психологу идти. Что делать вот с таким человеком? У нас очень много таких мужчин. Вот этот инфантилизм женщина терпит. Не в обиду вам сказано. Потому что у нее есть вторичные выгоды. Рядом с таким мужчиной она всегда доминирует. Рядом с таким мужчиной она всегда королева. При этом она понимает, что куда он денется вообще. Он без меня вообще ни на что несут. Вот два года проработал и в компьютер играет. Кому он нужен вот такой? То есть для женщины в принципе где-то на подсознательном уровне есть бонусы таких отношений. Потому что когда это две взрослые личности и взрослые отношения, там уже идут партнерские отношения на равных. И там уже идут договоренности. Слушай, давай с тобой договоримся. Если как бы ты без работы, ну дай себе максимальный срок. Какой? Три месяца нормально? Все, и дальше мы либо расходимся, либо ты берешь ответственность на себя. Или давай с тобой договоримся. В жизни все бывает, это правда. В жизни все. Ну вдруг кто-то там снесет голову, влюбится. Ну так может быть, никто от этого не застрахован. Правда ведь? Давай мы не будем за спиной друг друга делать это. Мы просто придем и признаемся друг другу. Дальше мы будем вместе принимать решение, как быть. Это взрослые отношения, когда люди садятся за стол переговоров и договариваются. Детские отношения, это когда один тиран, а другой вечная жертва. Один ноет, другой спасает. И это замкнутый круг. И там имеют выгоды оба. То есть один всегда с мамкой, и это может быть и девочка тоже. Мне даже кажется, большинство девочек таких, то есть они себе ищут состоятельных мужчин, которые будут решать. Папиков. Папиков, которые будут решать их проблемы. А на самом деле эти папики, они же что делают? Они просто используют. Они, ну это такое потребительское отношение. Ну а там же с двух сторон. Там взаимовыгодное потребительское отношение. Да, товарно-рызочное отношение. Да, но это не принесет к балансу души. Это не принесет никакого развития. Это не даст уровня выше. Это наоборот. Женщину вообще это будет там. Ну опять же, зависит от подхода. Может быть кому-то так комфортно, и это норма. Может быть кто-то всю жизнь к этому шел. Окей, если комфортно, да. Но если не комфортно, нужно пробовать договориться всеми способами. Если не получается, то, к сожалению, идти дальше. Нельзя застревать с партнером, который деградирует или стоит на месте, а ты там уже по развитию улетела на сто лестниц вперед, и точек соприкосновения нету никак, у них они не пересекаются. Ну что делать? Я думаю, в вашем случае так и было. Вы там вообще улетели в космос, а он все в компьютере. Я даже 5 высших образований получила. Ох, господи, господи. 5 высших Аленок. Да. Ну что делать? Ну смотрите, самое интересное. У меня вот прошло 3 года, у меня до сих пор страх выйти замуж. А он женился на такой же дуре. И там опять все хорошо, он сидит дома. Ну да, видимо, она тоже проживает какую-то свою травму. У жертв есть травма жертвы, а у таких людей есть травма контролера, и им нужно тоже это проживать, это тоже нужно исцелять и вылечивать. Но в вашем случае, вы настолько прокачаны, серьезно, у вас настолько уровень прям зашкаливает, что я думаю, ну это непросто, понимаете, уровень Путин, но это не всем дано, понимаете? Да, да, да. Вот, в такой женщине, как вы, яркой, активной, со своей жизненной позицией, понимаете, вы же не просто там сидите, королева кастрюль. Вот, вам нужен человек мощнее и сильнее. Это непросто. Непросто очень. Но возможно. Возможно? Да, возможно все, уж я точно знаю. Что для этого делать? Я думаю, что вам, наверное, попадется мужчина помладше вас, чуть-чуть. Тот был младше. Тот, наверное, совсем младше. На 3 года. Мозгами. А мозгами в детском саду. Вот, да, я не про физический возраст, но вы поняли. Но это возможно, я вам серьезно говорю. Немножко, может быть, знаете, мы вот, которые в работе реализованы, мы смотрим вот так, мы зашорены, чуть-чуть свой ракурс видения раскрыть и посмотреть немножко по сторонам. Быть открытой, я думаю, что может быть вот этот страх... Я не только в работе, я еще 3 детей вырастила. Вы еще и мать-героиня. Так что не только в работе. Коллега, я поняла. Ну круто, это круто. Это круто, но просто таким женщинам, конечно же, сложнее. Конечно, у вас уже есть определенный уровень, определенный статус, конечно. Но просто открыть свое сердце, не пускать туда страх, пустить туда благодарность и принятие. Мир отзовется обязательно вам как-то, где-то, но он обязательно встретится. Это касается каждой девочки и каждого мужчины. А вот мужчинам еще страшнее, потому что их же все равно мы воспитываем так, что они берут на себя ответственность. Да? Он должен притащить домой мамонта. Да. А вот мужчине-то как быть? Как вот эту свою самооценку? Потому что женщина тоже клюнет-клюнет. Да. И самооценки нет. Вы знаете, я недавно... Ко мне приходил один мужчина, молодой, ему 27 лет. И ему в детстве не давали поддержку. И сейчас человек, имея три высших образования, работает там чуть ли не охранником. То есть какая-то вот такая вот работа. И я понимаю, что это та самооценка, которую не заложили в детстве. То есть ему ни мама, ни папа не дали поддержку. Вот эту вот ты сможешь веру в него. И сейчас ему негде это взять. В нем внутри этого нет. Нет женщины, которая бы мотивировала и вдохновляла, и там говорила, ты сможешь, я в тебя верю, ты самый лучший, ты номер один. И в нем внутри этого нет. И ему сложно. И когда он мне говорит, что у меня три высших образования, я говорю, слушай, 50 резюме в 50 компаний, уж одна тебя точно пригласит. Ты чего? А человек себя не верит. Он не понимает, что это возможно. Точно так же, как в отношении мужчин, что вот я такая вся офигенная, крутая, кто ко мне притянется? Мне реально нужен президент. Ну, президент у нас один. Красивый, любимый, дорогой. И он занят. Да, но такие мужчины есть. Они есть. И я это не просто знаю, я это утверждаю. Главное открыться на эти отношения. И когда у мужчины заниженная самооценка, не ждать, что кто-то где-то что-то ему даст. Что это потому, что у него нет правильной женщины рядом. Или это потому, что мама его в детстве не хвалила. Нет. Взять ответственность на себя и сказать, это моя жизнь. Я все смогу, я в себя верю. И эту поддержку давать себе самому. Не ждать от кого-то вовне. Опять же, внешнее отражает внутреннее. Начать из себя. Принятие, благодарность. И транслировать это в мир. Обязательно получится. Сто процентов, тысячу процентов, миллион процентов. Ну, приведу, кстати, пример. У меня сыну старшему 27 лет. И после армии он вернулся, когда 13-й год, Селигер. И Путин сказал, нужно создавать студенческое научное общество. Он был студентом Института Стали и Сплавов. И он тут же создал Российскую ассоциацию студентов по развитию науки и образования. И на 14-го года к ним приезжает Дмитрий Анатольевич Медведев. Он к нему с письмом. Говорит, Дмитрий Анатольевич, согласно заветам Путина, мы создали научное общество. Возглавьте наблюдательный совет. И он возглавил наблюдательный совет. Вот это да. Ну, показалось бы. Вот через кого я с Путиным познакомлюсь. Мужчина мечты, понимаете. Думаю, где же найти на канал, и всё, нашла. Думаю, он занимался вот этим развитием. Ему дали контроль над ЕГЭ, выделили деньги, бюджет. Обалдеть. Ну, что, 22-летнему мальчику или 22, по-моему, тогда было. Круто, круто. Да, 22. И далее, в общем-то, 14 миллионов, контроль над ЕГЭ. Открыло 75 регионов. Нет, 73 из 80. Знаете... А сейчас на госслужбе работает начальником отдела агентства стратегических инициатив. Одна моя любимая женщина говорит, какая мать, такие дети. Что вы мне сейчас рассказываете? Это ваш ребёнок. Это ваше творение. Это для чего? Это результат ваших трудов. Я могла их загнобить. Да, наверное. Могла бы. Да. А второй мне вообще всё сам. Он вообще всё сам. Медицинский, всё там, не расследовал. Ну, да, добавим, не просто мощная женщина, ещё мудрая. Добавим так, мудрая. Вот как правильно воспитывать детей, да? Я, честно говоря, никогда ничего не запрещала. Когда мне говорили, у меня двойка. Ну, бог с ним. Знания есть, есть. Всё. Мне не важно было, какие оценки. Я никогда не... Ну, в общем, можно было всё. Я придерживаюсь, как многодетная мама, я придерживаюсь того, что с детьми надо всё-таки дружить. Самое главное, вот это доверие в отношениях создать, чтобы ребёнок понимал, что ты не мой враг, ты не где-то там наверху недосягаемый, ты со мной на уровне, ты мой друг. Если у меня есть какая-то проблема, я могу с тобой поделиться по-дружески. Но при этом свой авторитет и свой статус нужно тоже уметь сохранять, чтобы они уважали. Потому что, когда начинается понебратство, они могут и обозвать, и оскорбить, и как-то там пренебрежительно что-то сказать, ещё и в обществе где-то. И это немножко, ну, это неправильно. Поэтому с детьми нужно дружить, чтобы они доверяли. Как вы правильно сказали, не запрещать. Потому что они познают этот мир, они должны совершать свои ошибки. Это неправильно, если мы их будем в стационарных условиях держать, от всего ограждать, ограничивать. В вакууме. В вакууме. А у нас, кстати, ведь сейчас, почему дети? Многие так делают. Да, в тепличных условиях растут особенно мальчики. Если мальчик подрался, всё, трагедия. Да наоборот, надо ему сказать, иди ещё там три раза поделись, посмотреть, чтобы он свою самость проявлял. Но правильная мама делает так, как вы. Правильная мама даёт ребёнку пощупать эту жизнь, ощутить её на вкус и принять собственное решение, в каком направлении я хочу идти. Знаете, как страшно, маме, это тоже страшно, допустим, он едет в 11 лет на каток, ему звонишь, ты где, на катке? Он говорит, нет, я в травмпункте бровь зашиваю. Нормальный ребёнок. Нормальный ребёнок. Нормальный, хороший ребёнок. Развивается, растёт, всё правильно. Уехал в Калугу, моя бабушка сказала, я в Калуге. Открываешь интернет, а он во Владивостоке, ему пишет, Серёжа, ты во Владивостоке? Нет, я уже в Китае. Я вам скажу, да. И родители же тоже боятся, тоже ведь страшно. Мне тоже было страшно, я просто отпустила. Я просто помню, как я сама в 10 классе ушла в школу, а вместо этого улетела в Таллин. Не нужно бояться. Страх – очень плохая сила. Страх – движущая сила, но если его развернуть себе и сделать его своим другом. Потому что наш вот этот страх – а вдруг, а вдруг, а вдруг – он не друг. Он на самом деле притягивает то, чего мы боимся. Это очень опасное чувство. Вот опять же про осознанность. Если его отслеживать, если суметь отследить вот этот момент, когда я загоняюсь, и остановить это, сказать себе «стоп, хватит, ко мне это не имеет отношения, у моего ребёнка всё будет хорошо». И кормить не волка, который отвечает за страх, а кормить волка, который отвечает за веру, за успех, за доверие, за то, что всё будет хорошо. И оно будет. А если будет что-то не очень хорошо, значит, нужно применить какие-то действия, чтобы стало хорошо. А есть какие-то тренинги по повышению самооценки? Да, есть мой тренинг по повышению самооценки. Где его найти, как туда попасть? У меня в моём аккаунте психолог.берарова или в поиске на Илья Берарова. И у меня есть тренинг по самооценке, тренинг по исцелению внутренней жертвы. И сейчас я запускаю интенсив по исполнению желаний, но прежде мы проработаем страхи. То есть интенсив по исполнению желаний предновогодний, он начинается с вебинара по страхам. Для того, чтобы вот эти все блоки убрать, а потом спокойно желать. Потому что мы желаем и думаем, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг. И не работает. Вроде Новый год, а не работает. Так вот. А как вы относитесь к карте желаний? Очень хорошо отношусь. Что делать, чтобы она заработала? Я делала. Я, кстати, тоже делала. У меня начали исполняться эти желания, причём я написала и забыла. Вот, вот, вот. Главная формула успеха – забыть. Не ходить с этой картой желаний, не спать с ней, не есть, не медитировать на неё. Сделать и отправить в космос. Всё, там дальше лучше знают. У меня карта простояла 3 года. Она каким-то чудесным образом, она у меня была в рамочке А4 со стеклом прозрачным. Я не знаю, как это произошло. Она лежала в полке, она у меня разбилась. То есть я прихожу домой, и стекло разбитое. Это значит, что она отработала своё. И мне пришлось её убрать из дома. Но я вам хочу сказать, процентов 70 всё исполнилось и реализовалось. Это действительно работает. Опять же, надо верить. Но я расскажу. У меня с августа по сегодняшний день исполнилось практически всё, за исключением двух желаний. Как быстро. У меня их много. Какая вы молниеносная. У меня вот 3 года. Просто сегодня ещё 2. Я даже не ожидала. У меня мама с дочкой получили гражданство в Чехии сегодня. То есть я уже... Обалдеть. Ну нет, вот видите, это работает. Но работает, когда ты веришь. Когда ты это делаешь, вкладываешь туда душу. Когда ты не делаешь это с подозрениями, с какими-то... Со своими страхами, опять же. Когда ты делаешь просто в потоке, тебе по кайфу, и ты понимаешь, что так оно и будет. Или ещё лучше. А знаете, что ещё тяжело? Написать. Люди не осознают своих желаний. Они не понимают, что они хотят. Как вот научиться понимать эти желания? Во-первых, есть такая очень хорошая практика перед Новым годом написать свои 100 целей. Я знаю, что это очень сложно. 100 – это прям мощно. Но когда ты садишься и начинаешь писать, на 30-35 желании уже идёт программа из-под сознания. То есть вначале мы пишем умом. Мы придумываем то, что нам говорит наш мозг. А потом уже это идут программы из-под сознания. И вот эти вот желания, они являются самыми правильными и истинными. Но если человек вообще не умеет желать и вообще не понимает, что он хочет, начать нужно с благодарности. Благодарность. Ну, все знают, но я всё-таки об этом расскажу. Это благо-дарение. Когда мы дарим благо. Дарим благо во внешний мир. Соответственно, благо получаем оттуда же. Когда мы начинаем с благодарности, её нужно писать не сто раз, а тысячу раз. И благодарность, вот прям заводим дневник благодарности и пишем каждый день буквально за всё. Благодарю за то, что я проснулась. Благодарю за то, что я открыла глаза. За то, что есть крыша над головой. За то, что есть еда. За то, что есть там родители, партнёр, дети, семья. И вот прям за каждый миг благодарить. Мирное небо над головой. У нас мозг привыкает благо дарить. И после этого можно учить свой мозг благо получать. Ага. То есть вот такая техника очень интересная. Вначале даю, потом получаю. Вначале вкладываю, потом пожинаю плоды. Вначале семечко сею, поливаю. Вначале даю я. А потом я уже могу собирать вот эти плоды. И опять же, для того, чтобы испить сосуд с водой, его нужно вначале наполнить. Наполняем чем? Благом. Соответственно, пьём что? Благо. Наполняем мусором и пьём не очень хорошую воду. Поэтому зависит всё от нас. Всё здесь. А кстати, вот многие боятся развестись. Они говорят, я живу ради детей. Я там ещё, да, вот этот страх ещё. Есть такой. И получается, что они в полный стакан. Они говорят, что ж я никого не встречаю. Вот если бы я встретил, я бы развёлся. Они в полный стакан пытаются налить ещё. Правильно, Алёна. И дело в том, что когда место мужчины психологически занято, даже если женщина разводится, и она ментально живёт с этим мужчиной, есть такие, которые по 30 лет живут со своими прошлыми отношениями. Он уже 40 раз женился. Они не могут впустить место занято. Там не пусто. Они могут впустить только когда они открыты, свободны и в принятии. Но когда, как вы правильно сказали, у неё стакан полон и не благами, а скорее всего страхами, непринятием и так далее, то, конечно же, запускать нечего и некуда. И что с этим делать? Как вылетит от стакан-то? Ну, если отношения токсичные, разрушительные, деструктивные, их нужно, скорее всего, завершать. Если она всё перепробовала и ничего не получается, оно, скорее всего, и не получится. Взрослому мужчину сложно менять, и взрослому женщину сложно менять. Это выбор каждого. Только если он сам там где-то, у него будет прозрение, осознание, какой-то инсайт, просвет, да, тогда да, может быть. Но что-то с ним делать – это смешно, и это бездарный труд. Зачем? Вы знаете, я встречала несколько, ну, не один раз, скажем так, когда мужчина с одной женщиной, вот такой инфантильный, ничего ему не надо, а с другой женщиной он расцветает. Отчего это происходит? Потому что поведение мужчины определяет внутреннее состояние женщины. То есть, если одна женщина истеричка и паникёрша, и ведёт себя с позиции просящей жертвы, то есть она такая попрошайка, в том числе эмоций и любви, и не только она деньги там выпрашивает, но она выпрашивает его время, внимание, эмоции, любовь и так далее, то с этой женщиной мужчина будет себя вести как доминант, будет унижать, обижать, пренебрегать. А если женщина изначально в позиции подарка, если она королева, если она себя ценит, любит, уважает, и она транслирует это состояние вовне, он считывает, и он с ней себя ведёт на её уровне. Понимаете? Вот так это работает. То есть получается, что я тебе себя даю и дарю, и ты должен нести этот дар, как золотую чашу. Вы знаете, можно вообще ничего не говорить, он будет это чувствовать. Он будет чувствовать, как она себя позиционирует этому миру. И вот если такая женщина в одиночестве, скорее всего, но если она открыта, ей такой же партнёр и притянется. Ей не притянется какой-то там мусорный человек, который будет её опять же заставлять прорабатывать её какие-то травмы. Наоборот, он будет её ещё больше поддерживать, возвышать, вдохновлять и давать ей как бутон розы раскрыться ещё больше. Но при этом всё-таки такого партнёра притягивает женщина своим внутренним состоянием. Всё-таки это идёт у нас оттуда. А всё-таки женщина партнёра притягивает? Или мужчина партнёршу? Ведь всё равно это кто-то доминантен именно энергетически. Как кот видит кошку? Как лев видит львицу? Как это? Это на феромонном уровне происходит. Мы источаем определённые афродизиаки, определённые гормоны. У нас есть определённый гормональный фон. Когда мы внутренне готовы, мы можем вообще ничего не делать, просто внутри быть готовы. И он притянется. При этом нам кажется, что вроде как это я его притянула, а он думает, это я её заметила, и это я. На самом деле это вот такой обоюдный процесс на уровне гормонального фона. Но химия, ты никак не можешь это объяснить. Химия, у тебя либо искра из глаз, либо как бы понурый взгляд. Вот и всё. А как стать успешным в бизнесе? У нас остаётся две с половиной минутки. Для того, чтобы стать успешным в бизнесе, нужно стать успешным самим собой в своей личной жизни. Самый главный успех, ведь у каждого этот показатель разный. Для кого-то успех – это иметь пятерых детей, для кого-то успех – это быть президентом в Госдуме, депутатом или президентом компании. Уровень успеха зависит от восприятия человека. Но чтобы стать успешным вовне, нужно стать успешным внутри себя. Нужно себя прокачать так, чтобы ты была собой довольна или был собой доволен. И чтобы твоё внутреннее состояние тебя постоянно прокачивало. Чтобы не было такого, что если ты унылый, понурый и без сил, без энергии, вот ты так и завис в этом состоянии овощи, растения и диванного тюлени. И так сидишь и ждёшь, когда снизойдёт. Не снизойдёт, надо брать своё красивое место в руки и дерзать действовать, идти вперёд. Иначе не получится. Действие от нас, а результат от Бога. Спасибо вам. Спасибо вам, Алёна, что пригласили. С вами очень было тепло, комфортно общаться. И вы такая прям лёгкая, позитивная. Приятно, когда мы на одной волне. Спасибо вам огромное. Ещё просто совет, да, дерзать, оттуда получать. Но вот этот толчок, да, дайте нам толчок, прям посыл дайте нашим слушателям. Дорогие наши слушатели, я вас очень прошу, любите себя, верьте в себя, зажигайте солнце в своих сердцах, подобно тому, как когда-то это сделала я. Мне было очень непросто. И я в вас верю, как никто, потому что у вас всё получится. Обнимаю любовью. Спасибо. Это была программа «Образ времени». Будьте счастливы, будьте любимы и будьте спокойны внутри и самодостаточны. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова